Спонсоры этого видео Джонгуб, Катя Адушкина и Каньо Уэст. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, он прекрасен. Всем привет! Давно на канале не было ничего про зипета и я решила построить карту с паркуром. С таким, знаете, лайтовым, чтобы никто не бесился. Но, видимо, весь мир сидит на карантине, всем делать нечего, все делают карты для зипета. Подумала я, потому что моя карта висит на проверке уже очень-очень долго. После я опять подумала и придумала создать свой бренд одежды. Пускай даже виртуально, пускай даже в зипета, почему бы и нет. Дело в том, что совсем недавно в зипета появилась возможность загружать свою одежду. И даже продавать ее другим игрокам. И даже получать за это реальные деньги. Вообще, эта система продаж и вывода средств напоминает мне гибрид Second Life и Ютуба. Дело в том, что вы так же, как в Секонде, можете загружать в игру свои вещи. Продавать их, но вывод средств аналогичен Ютубу. Только раз в месяц и только от 106 долларов, которые равны 5000 мзем. Минимум на вывод на 6 долларов больше, чем у Ютуб. Итак, что же нам предлагает зипета? Во-первых, они нам предлагают набор уже готовых предметов с шаблонами для создания собственных текстур. И скачать их можно на сайте зипета-студио. Во-вторых, мы можем создавать собственные 3D-модели. На сайте даже есть короткое руководство, на примере Maya. Именно эту программу для 3D-моделирования нам и предлагают использовать. Если вы не разбираетесь в 3D-моделировании или знакомы с ним поверхностно, то первый вариант для вас. Вы можете создавать текстуры по готовым шаблонам для готовых 3D-моделей. Но здесь тоже есть небольшая проблемка. Вы должны уметь пользоваться 2D-графическими редакторами, например, Photoshop или SAI. И еще вам понадобится компьютер хотя бы для того, чтобы загрузить ваш дизайн из зипета-студио Юнити на сайт зипета-студио. Сегодня в этом видео я буду создавать текстуру для уже готовой 3D-модели, которая уже имеет UV-развертку, карту нормали и в общем весь необходимый набор. Для начала нужно скачать Юнити. На сайте зипета-студио есть ссылка на эту программу. И я оставлю ссылку на сайт в описании под видео. И на сайте еще написано, что обязательно нужна версия 2018.4.6. Также необходимо скачать папку с файлами проекта зипета-студио Юнити. Опять же, переходите на сайт по ссылке в описании под видео и скачивайте. Юнити вы скачали, установили, зарегистрировали аккаунт, скачали папку с файлами зипета, теперь нужно запустить программу зипета-студио. Нажимаете на кнопочку Open и выбираете скачанную папку зипета-студио, после чего она у вас запускается. Затем вам нужно дважды кликнуть на Playground, это показано красной стрелкой, и нажать на кнопку Play вверху экрана. Как видите, на моем экране появился голый афроамериканец в образе зипета-аватара. И Юнити выдает ошибку. Я пыталась решить эту проблему. И не только я одна. На ютуб вышло уже несколько англоязычных видео на тему зипета-студио, где люди в комментариях пытались решить данную проблему. Но лишь пришли к выводу, что студио адекватно работает только на Mac. Хотя на сайте зипета не было уточнений, что студия только для Mac. Я не стала копаться глубже в этой проблеме, потому что вдруг студия вообще слетит нафиг и лучше к ней не лезть. Если у вас возникла та же проблема, как и у меня, то не расстраивайтесь, потому что эта программа вам нужна исключительно для того, чтобы экспортировать созданный вами файл в формат зипета для дальнейшей загрузки на сайт. К тому же в окне сцены ваши объекты, их материалы, текстуры видны прекрасно. Но если вы знаете, как решить эту проблему и напишите мне об этом в комментариях, то вы будете просто самый прекрасный и замечательный человек на этом свете. Дальше вы заходите на сайт зипета-студио, выбираете в шаблонах любую понравившуюся вам вещь и скачиваете архив. Я выбрала черный кроп-топ. В набор входит несколько файлов, ничего не удаляйте, пожалуйста. Для работы с текстурой вам понадобится файл в формате фотошоп, ну и сам фотошоп. Или другой графический редактор, который читает файлы данного формата. И сразу вас предупреждаю, что некоторые наборы не содержат полноценные файлы для работы в фотошоп. Ну, то есть они их вообще не содержат. Например, я скачала вот эту кофту, а там только текстура в формате PNG, то есть даже UV-развертки нет, чтобы я видела на плоскости края текстуры. Поэтому, чтобы качественно затекстурировать некоторые вещи, вам все-таки придется пользоваться 3D-редакторами, хотя бы для того, чтобы UV-развертку получить. Ну, или вы можете накладывать текстуру на модель непосредственно в 3D-редакторе. Я создавала свою текстуру комбинированным способом, то есть часть работы я сделала в 2D, а другую часть в 3D. К тому же Unity Zepeta Studio у меня работает коряво, и я ее использую только для экспорта файлов. Для работы я использую Blender, это бесплатный 3D-редактор, ссылка на сайт в описании под видео. Создаю новый файл по умолчанию язык английский, но вы его можете изменить в настройках на русский или любой другой. Затем я удаляю куб из сцены, и тут следите за курсором, импортирую туда 3D-объект из скачанного сайта Zepeta Studio набора. Нужно не открывать файл, а именно импортировать, так как он имеет другой формат. На всякий случай покажу, как сохранить изображение UV-развертки, если вдруг в вашем наборе ее не будет, а вам хотелось бы на плоскости совместить швы текстуры. На верхней панели кликаю на UV-редактор, и здесь видна развертка. В моем случае на ней были лишние детали, и я их просто отодвинула в сторону. Затем я нажимаю на UV, выбираю экспортировать UV-развертку в файл, можете указать размер изображения, это в пикселях, и сохраняйте файл в нужную вам папку. Теперь я буду работать со своей текстурой. Открываю фотошоп скачанный файл, и тут вижу много слоев, масок, видны все этапы работы над текстурой, и это круто. Я хочу сделать топ в стиле тай-дай, и мне важно, чтобы на швах текстура смотрелась однородно. Поэтому мне необходимо сделать плавный переход между текстурами полки и спинки топа. Если у вас текстура сама по себе однородная, или вас не волнует, как она совместится по швам, то можете пропустить этот этап, который я сейчас покажу, и перейти к загрузке текстуры в Unity. Я же возвращаюсь в Blender, и в окне Shading накладываю созданную мной текстуру на топ. Blender прекрасно работает с файлами фотошоп, не нужно их сохранять в других форматах, чтобы проверить текстуру на модели. В левом окне просмотрщика файлов я открываю папку, где находится мой фотошоп файл с текстурой, и перемещаю его в нижнее поле Shader Editor. Затем соединяю выход цвет со входом основной цвет. И моя текстура на швах выглядит как-то стрёмненько, неоднородно. Особенно это заметно с той стороны, где голубой цвет должен перейти в бирюзовый. Я это исправлю прямо на модели. Перехожу в окно Texture Paint, и при помощи инструментов размытия и смягчения размываю и смягчаю текстуру на швах модели. После того, как я все размыла и смягчила, сохраняю изображение. Разумеется, мне нужна его копия, но если вы работали с файлом фотошоп, то вам и так придется сохранить его копию. Нажимаю я на кнопочку изображения и выбираю сохранить как. Дальше нужно выбрать папку, но вы с этим сами разберетесь. Теперь возвращаюсь в фотошоп и добавляю сохраненное изображение в свой проект. Регулирую прозрастность верхних слоев, которые по сути отвечают за тень и свет, чтобы одежда вашего аватара не выглядела плоско и бесформенно. Некоторые из этих слоев созданы в 3D при запекании текстуры, и поэтому ничего, пожалуйста, не удаляйте. Там нет ничего лишнего. Например, в моем случае текстура топа была черного цвета, а я сделала его светлым. Поэтому многие вспомогательные слои для меня стали слишком темными, и я просто сделала их более прозрачными. Не бойтесь ошибиться, пробуйте, ведь вы всегда текстуру можете посмотреть в окне шейдин. Никакой свет в сцену добавлять не надо, не парьтесь, просто смотрите в шейдин. Ну а если у вас адекватно работает Zepeta Studio Unity, то вы просто счастливчик, смотрите итог своей работы там. Я довольна результатом, но хочу на топ добавить еще какой-нибудь принт. Для этого открываю изображение цветка и добавляю его в свой проект. Это фотография ромашки, и выглядит она, конечно, реалистично, но мне это не нужно. Потому что на выходе мне придется сделать текстуру меньшего разрешения, всего 512 на 512 пикселей. И, возможно, из-за этого фотография некрасиво смажется. Поэтому я создала копию изображения, наложила на него фильтр масляная живопись и сделала изображение чуть прозрачным, чтобы оно не смотрелось инородным пятном на общем фоне. Да, я давно не обновляла фотошоп, поэтому, скорее всего, он немного или много отличается от вашего. Еще раз проверяю текстуру в блендер, меня все устраивает. Поэтому сейчас очень важно, я сохраняю изображение в PNG формате с разрешением 512 на 512 пикселей. Об этом написано в руководстве на сайте. Рекомендуется, чтобы размер изображения был до 512 на 512 пикселей. И еще один момент. Дайте вашему файлу с текстурой такое же название, как и у файла с текстурой, примером, из вашего набора. Потому что с другим названием Unity не видел мою текстуру. Теперь я захожу в Zipeta Studio Unity и здесь есть папка контент. Вам нужно поместить в эту папку всю папку с вашим набором, в которой вы никакие файлы не изменяли, не удаляли. Вы изменили только текстуру. Показываю в окне сцены, что у меня получилось. Это та самая 3D модель из файла, на которую я наложила свою текстуру. Теперь эту прелесть можно экспортировать в расширение Zipeta. Щелкните правой кнопкой мыши по готовому файлу и выберите Zipeta Studio экспортировать как Zipeta. Поздравляю, у вас появился файл для загрузки. Теперь открывайте сайт Zipeta Studio, конечно входите туда под своим аккаунтом. На сайте есть большая такая кнопка с надписью загрузить. Нажимаете на нее, выбираете категорию загружаемого предмета, открываете окно загрузки и в это окно перетаскиваете файл из Zipeta Studio Unity. После загрузки вашей вещи на сайт, ее можно посмотреть перед публикацией на аватаре в игре. Нажимаете на кнопочку предпросмотра на телефоне и в Zipeta в уведомлениях вам доступна ссылка для предпросмотра. Ссылка никуда не пропадает, можете хоть каждый час пересматривать. Если вас все устраивает, то возвращайтесь на сайт и заполняйте все поля. Обязательно укажите верную категорию. Я не знаю для чего нужны хэштеги, может быть для поиска вещей в игровом магазине, но я на всякий случай указала несколько. Ну и все, отправляйте ваш шедевр на проверку. Проверяют долго, очень долго, максимально долго. У Zipeta все же рейтинг 3+, и в нее могут играть и дети. Поэтому весь загружаемый пользователями контент проверяется, может вручную, может не вручную, не знаю как, но проверяется он очень долго. Надеюсь вы создадите много чудесных дизайнов, тем самым сделайте игру еще краше. Подпишитесь на этот прекрасный, замечательный канал, поставите лайк под видео и нажмете на колокольчик. Всех люблю, целую и обнимаю, пока-пока.